Ну, я вижу, все доклады вызывают массу эмоций. Так, следующий доклад, коллеги. Доктор медицинских наук Олег Дурадович Миткинов. Это заведующий кафедрой из Республики Бурятия, из города Улан-Удэ. Спасибо. Глубоко уважаемый Владимир Ильич, глубоко уважаемые коллеги. Я представляю Республику Бурятия, в частности, Бурятский государственный университет, медицинский институт, и Республиканский перинатальный центр, в котором, ну, 7 лет я работал, попросту говоря, ночмедом. То есть человеком, который сталкивается непосредственно на практике и должен урегулировать все вопросы, касающиеся гонения для врачей. Все из вас, наверное, сталкивались с системой менеджмента качества. Так вот, тренеры системы менеджмента качества, они заявляют, и уверены в том, что 90% всех медицинских ошибок являются системными. То есть, собственно, врачебная ошибка, то есть врача конкретного, всего 10%, а 90% они системными. Так вот, если взяться за задачу изничтожить эти системные ошибки, каким же способом можно это сделать? Чего-то не туда. А, большая. И от противного, если мы пойдем, то есть от наших противников, всем известно, что есть пациентские организации, которые формируют единую российскую систему пациентских организаций и ежегодно издают свой бюллетень. Да, то есть характеризуется данная система неким дуализмом, об этом пишется в общественной прессе, то есть жалуются на отсутствие эффективных правовых механизмов защиты прав пациентов на качественную медицинскую помощь. Но, с другой стороны, как представил Владимир Ильич Горбачев, что у нас растет количество судебных дел против врачей. Итак, по данным 2022 года, по некоммерческим пациентским организациям, вот ежегодный бюллетень. Здесь множество, да, конечно, лидирует город Москва, но и другие регионы представлены, в том числе наша республика. И мы видим, что совершенно неудовлетворены, и скорее неудовлетворены фактически 30% всех наших пациентов, даже более 30%. С чем же связана их неудовлетворенность? Причем, если взять 2022 и 2021 годы, то есть значительная положительная динамика практически по всем пунктам данной неудовлетворенности. Но если мы возьмем... Вот, как-то не могу поймать. Первые три пункта, да, то это в основном касается амбулаторной, поликлинической помощи. А с четвертого пункта недоступность высокотехнологической медицинской помощи и плохое отношение медицинского персонала, это уже идет, в принципе, вопросы к стационарной помощи, и в частности к анестезиологу реанимационной. Надо признать, что в данном бюллетне есть заключение, да, и основные постулаты его следующие. Они тоже уверены в том, что в недостатках оказания, значит, медицинской помощи, в недостатках здравоохранения, именно виноватый дефицит финансирования, отсутствие достаточных финансово-правовых оснований для оказания влияния на систему здравоохранения со стороны регионов, неудовлетворенность состояния инфраструктуры, медицинских организаций, износ медоборудования, нарастание дефицита медицинских кадров и так далее. Далее дефицит цифровых и дистанционных технологий, кстати, коснусь этого тоже, и неудовлетворенность жителей территории системы здравоохранения как следствие усиления социальной напряженности по линии медработник, пациент и власть. Я пытался сформулировать основные тезисы вот этих вот пациентских недовольств, да, скажем так. Во-первых, растет юридическая грамотность пациентов. И столкнулись мы с этим не так давно, и следует признать, что оказались не готовы к этому вот, к растущей пациентской грамотности. Если есть время, я приведу все-таки пример. Это недавняя наша конференция, ну, как бы понятно, что я представляю неонатальных, да, неонатальных реаниматологов на данном конгрессе. Выступление уважаемого профессора из Санкт-Петербурга, невролога, детского невролога. Вот она, достаточно давно, 1978 год, приезжает американская, значит, делегация из США в Советский Союз акушеров-гинекологов. И вот такой вопрос идет по родовой травме. На тот период времени родовая травма среди осложнений акушерских составляла, ну, скажем так, около 18-25%. А у США, у американцев 0,00, ну, 0,00, сколько-то десятых. Неужели они такие хорошие? На самом деле нет. Они избегают этого диагноза родовая травма. К сожалению, мы даже сейчас используем КБСИ-10, не можем избежать этого диагноза, да, родовая травма. А диагноз абсолютно юридически преследуем. Это абсолютно юридически преследуем. И таких диагнозов, к сожалению, у нас много. И мы, к сожалению, в своей практике ставим их сами. У нас много, ну, я уже не говорю про то, что все диагнозы должны шифроваться по МКБ-10, это понятно, да. Но вот иногда и врачи, консультанты ставят такие диагнозы, которые нам не нужны. Вот у нас, допустим, невозможно его выжать. И до сих пор, да, я часто рецензирую историю болезни, вот в неонатальной практике такой диагноз перинатальное поражение ЦНС. Наверное, все слышат, у всех это было, у детей, да, вот есть было такое. Диагноз абсолютно уголовно преследуем. Он не нужен, он не лечится, нету такого диагноза. Такой диагноз, например, вот не только для детских, не только для неонатальных реанимаций, кардиомиопатия. Есть такой диагноз ставят, ну, не знаю, кардиолог, консультант ставят, да. К чему он обязан? Он не лечится. Если вы поставили диагноз, вы должны его лечить. Ну и так далее. Ну, понятно, что это затрагивает все страны. Другой тезис. Неудовлетворенному больному гораздо легче жаловаться на конкретного врача. Вот об этом в первом докладе говорил. Да, гораздо легче. Потому что, чем на недостатки здравоохранения в целом. Далее, в системе ОМС у нас не заложены расходы на выплаты и страховую ответственность врачей. Поэтому пациент видит выход из ситуации в использовании правоохранительной системы, которая, конечно же, обладает совсем другими возможностями в добывании доказательств. И, опять-таки, не могу не вернуться к вопросу о декриминализации. В прошлом году, именно в октябре прошлого года, Дума должна была, как бы не очень, пыталась рассматривать этот вопрос по конкретно 238-й статье. Но, как мы видим, вопросы ныне там. И насколько это возможно, очень сложно. Но определенные действия по данному вопрос все-таки осуществляются. Это достаточно высокий уровень. Теперь к вопросу о... Значит, как у нас внутренние отношения в коллективе конкретного лечебного учреждения. На самом деле, когда проблема возникает, проблема поиска винованного или внешней причины, обсуждение руководством, и далее следует решение. Улучшить, повысить, изменить, понизить и так далее. Но, на самом деле, в той же самой, вернемся к той же самой системе менеджмента качества, предлагается совершенно другая схема. И которая, в принципе, как раз и нацелена изменить и снизить те системные ошибки, которые совершает врач. И чаще всего это врач или неопытный, допустим, молодой врач, или врач, уставший после дежурства и так далее. Я скажу крамольную вещь, еще и под запись. Дело в том, что Минздрав, Росздравнадзор, мы обязаны действовать именно вот так, по левой схеме. И мы так действуем. И руководство в больнице так действует. Но нужно же что-то написать, предпринять меры, снизить, повысить и так далее. Но, в принципе, у себя в лечебном учреждении мы можем всегда пользоваться, и, конечно же, вторым вариантом. Я так думаю. И так нужно пользоваться. И здесь еще очень важнейший момент, это наказание врачей в конкретной ситуации. Я думаю, это надо изживать. Я думаю, что здесь сидят руководители здравоохранения. Наказание врача по конкретному вопросу, во-первых, тут же абсолютно подставляет этого врача. Если лечебное учреждение уже наказало его, а в дальнейшем пошло, допустим, преследование юридическое, то, так сказать, защититься будет очень сложно. И вдобавок, конечно же, морально это несет... Что это несет? Да ничего хорошего это несет. Это обида. На самом деле врач никогда не согласится, что это его ошибка. Эта ошибка, еще раз повторюсь, как правило, в 90% случаев системная. Как же с этим можно бороться? Первое. Конечно же, регламентация медицинской деятельности. Все знают, что такое стандартная операционная процедура. К сожалению, есть проблема дискредитации СОП, и она до сих пор есть. Но, честно сказать, лично по мне, то на меня огромное впечатление произвело, когда в 2017 году я посетил такую хорошую очень страну, Вена, Австрия, Венский госпиталь, и вот там на каждый случай у них собственные стандартные операционные процедуры. У них длинное такое немецкое название, и все готовы им следовать. Медсестра приходит, анестезистка или медсестра, вытаскивает глянцевые, значит, заламинированные СОПы, и все делается согласно им. Никаких проблем. На все случаи. К сожалению, я не раз сталкивался с такой системой, как, например, в пятницу собирают в учебном учреждении всех заведующих отделений, говорят, в понедельник начнется проверка Росздравнадзора, нужно сделать 100 СОПов. Сталкивались с такой системой. И вот, естественно, что эти СОПы написаны, извините, левой и задней ногой, которые просто бумага, просто куча бумаги, и больше ничего. Какие же СОПы наиболее, пожалуй, важны? СОПы по маршрутизации, конечно, должны быть в каждом лечебном учреждении. И один из самых, скажем так, юридически значимых моментов, это несвоевременный перевод в отделение реанимации. То есть СОП по маршрутизации должен быть. Олег Анатольевич, это Ваши тезисы, или Вы откуда-то взяли? СОПы по инфекционному контролю. Реально. Извините, тоже еще один немножко отсылку, время еще есть. В 2017 году у нас вышел, его потом назвали сборник СОПов, вышли клинические рекомендации, утвержденные Минздравом России с длинным названием по инфекционному контролю в неонатальных реанимационных отделениях. Здоровские клинические рекомендации. В ноябре 2017 года мне посчастливилось быть в Кулаковском центре, это ведущее наше учреждение России по перинатальной помощи. И значит, медсестра отделения реанимации говорит, мы в ужасе от этих клинических рекомендаций. Вы смотрели их? Конечно, все их смотрели. Я говорю, а как выжечь это? Кто их сочинил-то? Автор это Кулаковский центр. Вопрос, кто сочиняет СОПы? Значит, нет, мы их будем переделывать, и очень здорово в январе 2018 года мне отправляют уже переделанные медсестрами Кулаковского центра вот эти федеральные клинические рекомендации. И на их основе, то есть они делают СОПы собственные. И нам пересылают. Мы, значит, здорово все это начинаем внедрять. Внедряем усиленно, внедряем. Месяц проходит, второй месяц. Я вижу, что он не работает. Ну, то есть совершенно вот что-то не работает. Собираем у медсестер и они начинают кричать в голос. Это для Кулаковцев, СОПы, нам они не подходят. Ну, понятно, у них так, у них у нас эдак. Значит, переделываем еще месяц-два. Полгода проходит. Как и вот наряду с внедрением алгоритма антибактериальной терапии, что абсолютно важно не только для отделения реанимации, но и для всего учреждения в целом. Вот такой тоже пример. У нас было маленькое отделение патологии новорожденных на 10 коек. Патологии новорожденных там же тяжелые после реанимационной эти недоношенные дети. 10 человек. Из них, я захожу, 6 человек получают миронем. Вот такая ситуация. И заведующее отделение грудью, значит, ложится. Нет, не отменю, значит, им хуже будет. Я согласен. Через 2 года 34 койки, 34 пациента лежит в отделении патологии новорожденных. Я спрашиваю, захожу, сколько получают антибактериальную терапию? И мне та же самая заведующая говорит с гордостью, ноль. Может такое быть? Может. Я думаю, что это контроль как раз и показатель эффективности всех этих СОПов. Но есть, конечно, огромная проблема внедрения и, собственно, выполнения этих СОПов. По поводу внутренних, как угодно можно их назвать, протоколы, алгоритмы и так далее, и так далее. Конечно, нормативная значимость у них довольно-таки низкая. Но, тем не менее, все-таки на последних конгрессах, скажем, самой высокой трибуны говорится о том, что все-таки она есть. В том числе даже в тех случаях, когда существуют федеральные клинические рекомендации. Это, конечно же, в первую очередь неотложная помощь внутри стационара, там падение, это у всех есть. Сердечно-легочная реанимация. Очень важный момент. Если это происходит в отделении реанимации, всем понятно, но если это происходит вне отделения реанимации, нужен на это СОП? Я считаю, что очень нужен. Где-то там в отделении и все должно быть четко расписано, кто что делает. Стартовые мероприятия при любой нозологии в приемном покое. Но это касается акушерского стационара, там акушерка сидит, там не врач сидит, там акушерка сидит, у нее на все случаи должны быть подобные СОПы, как кого, когда и что делать, быстро и четко. Ну и, конечно же, инвазивные манипуляции, алгоритмы респираторной поддержки. Понятно, что если в отделении 90% пациентов проводится более респираторной поддержки, то это необходимо. Обязательно алгоритм антибактериальной терапии. Противосудорожная сложный вопрос, но должна быть. Алгоритм гемодинамической поддержки при, ну как правильно, у нас профильное же отделение, поэтому гемодинамическая поддержка тоже может одновременно. И здесь тоже еще один момент, несвоевременный перевод на ИВЛ. Ну я бы сказал, сейчас после ковида у нас перевод на респираторную поддержку, в том числе не инвазивную. Один из самых частых доводов тоже судебных обвинений. Еще другие протоколы возможные, это протоколы ОРИД, которые у нас приняты были. И вот здесь, что еще важно, оценка работы отделения реанимации, как правило, проводится по слабейшему. То есть какой бы умный семи педей во лбу не был заведующий отделением или щелк там врачи большие, но оценка отделения будет по слабейшему. А слабейший это кто? Это опять-таки молодой неопытный врач. Ну, есть другие категории врачей. Так вот, применение именно подобного списка алгоритмов при той или иной нозологии внутренних алгоритмов, на которых даже не может быть клинических рекомендаций и нету их. Сегодня вот говорили, что нету, мало их. Хотя вот акушерство, гинекология, неонатология, чем хороши? Там очень много клинических рекомендаций. Практически на все случаи нозологии. Что касается чек-листов Росздравнадзора, все тоже их знают, мы долго пытались как-то вот их сделать так, чтобы они помогали нам, не смогли. Ну, просто галочки ставят все умеют. Ну, надо, надо ставить галочки. 203 приказ, он, конечно же, его надо соблюдать. Ну, конечно же, если это большое учреждение, то, как правило, проблем с трансфузионной терапией нет. Есть специальный кабинет трансфузиологии и так далее, все это лимитировано. Но, что касается небольших учреждений, центральных районных больниц, это очень сложная тема на самом деле. Четкая визуализация в истории расчетов инфузионной терапии. Об этом и на Конгрессе везде сейчас и в прошлом году говорится, и в этом году. Я, правда, не присутствовал в записи, решил посмотреть, но будет, есть такое, это обязательно на сегодняшний день. И это облегчает нам во многом работу как рецензента, так и эксперта, я думаю, и естественно. Ведение карты респираторной поддержки. Еще раз повторюсь, если большое количество респираторной поддержки в отделении, то это нужно делать. И тогда не возникает вопросов, почему пациента не сняли с аппарата, почему его интубировали, почему экстубировали, почему неинвазивная вентиляция, почему инвазивная вентиляция и так далее. Вот этих вопросов возникает, они у эксперта возникают, а у неэксперта тем более. Ну, кстати говоря, по расчетам инфузионной терапии, как раз у нас отделение патологии новорожденных впереди даже реанимация оказалась, у них все четко прописано именно по инфузии. Ну и так далее. Про информированные добровольные согласия не буду много говорить, есть масса рекомендаций в интернете, как их, что делать. Ну, мы, честно говоря, а вернуться могу я, да вот, мы по блокам объединили все вот эти ИДСы, да, в один ИДС большой, пока никаких, ну, скажем так, гонений со стороны страховых компаний и прочих органов не было. То есть, есть А, блок А, Б, там, лечебные, диагностические процедуры, лечебные процедуры и, что там еще у меня, лекарственная терапия, да, пациент, то есть, ну, как это, родственник пациента, мать ребенка в нашем случае, она читает это и может вычеркнуть любой из этих пунктов, отказаться от него, в принципе, или может подписать все пункты, и тогда мы можем делать это, но это наше лишнее. Но пока никаких не было гонений. Ну, кроме того, на проведение гипотермии, естественно, отдельно берется, ну, на прививки у нас, на медицинское вмешательство, в отделении совместного пребывания и так далее. Буквально еще две минуты, Валерий Ильич. Давай, у нас есть время. Есть? Спасибо. Открытая реанимация. Да, особенно это касается детских реанимаций. Но ковидная эпоха как-то нас откинула опять в эту сторону, хотя, конечно же, это тот момент, который нужно развивать и обязанным развивать. Оформление медицинской документации. На сегодня все-таки есть серьезные, значит, улучшения в данном вопросе, да, но, тем не менее, не всегда. И я здесь возьму, что, вот такую пирамиду, да, все мы имеем штрафы от страховой компании, не с той или иной долей уверенности, могу сказать, что если в учреждении очень большая вот эта нижняя пирамидка, то тем более возрастает риск верхних. Как с этим бороться? Надо улучшать качество оформления медицинской документации. И, возможно, даже всегда есть такой опытный ансиок-реаниматолог пенсионного возраста, который может вот этим заниматься, в принципе, получать за это зарплату в большом учреждении. И помогать врачам уменьшать количество этих ошибок. Соответственно, это и выгодно учреждению, потому что уменьшаются штрафы страховых компаний. Но в целом это уменьшает вероятность тех неблагоприятных потерь, которые могут быть гораздо хуже. И, конечно же, в этом плане за этим будущее. За этим я думаю, что этим надо заниматься. и лично для меня это то же поле будущего. Это, конечно же, цифровая цифровизация нашей реанимации. Нам, может, повезло, что мы долгое время не цифровизовали реанимацию и вообще медицину. А теперь у нас появились достаточно хорошие программы. Но сегодня Алексей Варианович говорил, что при анализе получается 40 с лишним миссов по нашей стране. У всех разные и так далее. Это тоже, конечно, не дело. Но когда мы внедряем мисс в конкретном учреждении, то нужно очень его доработать. Потому что айтишники не смогут это сделать. Это только мы можем делать. То есть под себя сделать эту мисс, чтобы она поддержка принятия клинических решений. Не просто так электронная история болезни, но поддержка клинических решений. Цифровое контрольное значение и так далее. И вот на последнее это плохое отношение медицинского персонала, на что жалуются этика идеонтологии медицинской деятельности. К сожалению, да, я видел начмеды, которая стучала кулаком по столу и кричала я научу вас этики идеонтологии. Ну, то есть, да, сталкиваешься и с таким. Отношение к себе. Вот с этого надо начинать. Есть большая разница, как вы относитесь к себе, как вы относитесь к тому, как выглядите вы, и как выглядит то отделение реанимации, как палата выглядит ординаторская, куда пациенты заходят для беседы и так далее. Это слайд я позаимствовал у Ильи Наумовича Лейдермана. Ну, здесь понятно все. Здесь, я, знаете, обратил внимание, это конфликтность вертикальная и горизонтальная. Причем, когда вертикальная конфликтность, это ненормально, конечно, но это допустимо. Она может быть. Она заведующий и, ну, скажем так, не очень хороший врач. Но когда конфликтность горизонтальная, это разрушает всю систему. Ну, реально. И отсюда неэффективное управление отделением. И когда мы говорим о самых нашумевших уголовных делах против врачей, то всегда вылазит этот фактор. Он всегда вылазит. Итак, я уже переборщил со временем, но я много этих отступлений сделал, извините. Буквально два слова. Медиация, конечно же, ну, как бы этот метод, он под спорь какой-то может быть, но где-то лучше, где-то хуже. Он не панацея. Не панацея. Но позитивное взаимодействие на самом деле является залогом эффективности медицинской помощи. Олег Дорович, может мы отошлем к нашей статье, которая вышла в медицинском праве по медиации аудиторию. Да, есть такая статья по медиации. То есть я завершу тем, что в принципе она может вот эта основа медиации абсолютно органично вписываться в в любое отделение, не только реанимационное, но и реанимационное основы, что повышает конфликтную компетентность медицинского работника, его социальный интеллект. И всем хочу пожелать вот таких вот, да, такого отношения пациентов к нам, которое было в эпоху ковида, ну, промелькировало, по крайней мере. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги,